добрый вечер добрый я так понимаю что наша встреча переводчина к выходу вот этого издания которое я так понимаю что колесников не не привлечены не они не суеверные потому что 13 книга другой бы человек в общем подумал бы не выпускать вообще границы дюжины и как всегда зависит от того как считать конечно потому что я так не считаю что это мы считаем по штукам вы считаете по штукам тогда это наверное там 100000 15 а вот если по штукам а вообще просто были первые две книжки я путина видел меня путин видел но это из них плюс еще какое-то количество заметок на основе нет замечательный я сразу перебью что она называлась я видел путина они я путина не не но этот великий анекдот заключается в последней фразе я путина видел да ну так лишь когда я мне казалось он называется я видел путин и но это вам только казалось на самом деле она зайти я путина билля путина видел когда а вторая меня путин видел да я не являюсь автором ни одной из ни одного из этих названий первое придумал Андрей Васильев, главный редактор газеты, и он же предисловие написал, а второе, писатель Александр Кабаков, он сказал, если первая называлась у тебя вот так, то вторая должна вот так, ну все, пас, я понял, что ну конечно так и должно быть. И вот вышло шесть покетов тематических, таких в бумажной обложечке, которые, ну если считать их за книжки, то тринадцатое, а вот это вот, а через месяц еще четырнадцатый. Но нет, я эти-то за книжки не считаю, понимаете, может быть это вообще первая. А первая еще выйдет, первая выйдет, но я не знаю когда. Первая выйдет? Первая книжка про Путина, моя, да. Это просто будет уже, это не сборник будет статей, это будет просто вот действительно. Просто я не знаю когда, но она обязательно выйдет. Ну это, по жанру, это фикшн, или это все-таки какая-то публицистика? Что это? Ну я думаю, что это будет, как это сказать, по ископарни, но это художественная литература будет. Ну значит все-таки да, фикшн. Вот на… Нет, нет, не фикшн, а художественная литература. Я уже сказал, я уже говорил, что это про любовь будет книжка. Но не к Путина. Не к Путину? Нет. что не любим путина нет я такого не говорил тоже просто в таких категориях про это не рассуждать любовь может быть я вот у я я не знаю как вы между мужчиной женщиной вообще ок родине вот нет ну это другое тема это это другое чувство это это уже не это уже не про любовь тут любовь и что-то еще а вот чистая любовь чисто это мужчина и женщина или про сейчас не чуть-чуть от путина отойдем пусть я вообще считал всегда что ну в целом коммерсант и колесников как исполнительный директор коммерсант холдинг и как ключевая фигура в представляющие этот бренд они поборники либеральных ценностей вдруг я слышу что любовь может быть только между мужчиной и женщиной как же у вас же положено между мужчиной и мужчиной между мужчиной и трансгендером между женщиной и женщиной вот как вообще вот немножко от путина как вообще к человеческим ценностям либеральные современного мира газета коммерсант издательский дом до нас настолько либерально что внутри себя дозволяет существование большого количества точек зрения просто любых и я сейчас излагаю одну из них просто вот и все но как 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 думаю так и говорю вот это в эту в этом заключается еще и одно из глобальных преимуществ коммерсанта не просто над другими по сравнению с другими средствами массовой информации а и просто преимущество сам то как таковое мы про путина обязательно поговорим и поговорим про а кстати про араб на галерах это название кто он посоветовал лет уже это вы знаете что это придумывали мы с сашей стукалином заместительного главного редактора он великий придумщик заголовков подавляющего большинства заголовков вот здесь в конце я вам покажу приведем список так сказать использованной литературы нет или в начале он приведен в начале я я не знаю может мы его и удалили в какой-то момент но но можно себе составить примерное представление а вот даже по названием главок это взято из заголовков коммерсантов ских гарант мерси премьерная привлекательность а ля герком селигер на службу как на праздник все дороги вели в крым ну понятно чайковский коммерсант это это вот и есть конечно газет нет не мы придумывали да я бы все таки я хотел бы вот поговорить о либеральных цен вот допустим вот крым прозвучал ваше отношение к хэштег крым наш ваши отношения мне кажется честно вам скажу что все можно было сделать и по-другому а результата добиться примерно того же все было сделано более-менее в попыхах из-за этого сейчас очень большое количество трудностей вот не только у владимирович путина а и у каждого из нас в том числе вот и у нас с вами вот если я в крым я же ну год готов появится в крым в крым то вы есть конечно я не сомневаюсь вот а за границей все таки ну вы никогда ничего не чувствовали вот в последнее время вы ездили или вы только в крым ездить а вот чувствую что то что-то появилось нет но где дело в том что мы к нам да уйдем к разговор вообще об агитпропе западным потому что там пропаганда работает примерно так как у нас работала в советское время в советской печати то есть ой очень грубо и очень ну это да но а рис а как вы думаете была бы вообще какая-нибудь история с нашими спортсменами если бы не крым началось все после я думаю я думаю не было а я уверен на сто на тысячу процентов что ничего бы не было потому что все в мире существует примерно одинаково в спорте и система у всех примерно одна и та же и вот уж что правда то правда не с нас это так сказать началось не нами слава богу и закончится просто эта история была востребована активирована только в связи я я так считаю потому что у нас в рамках коммерсант либеральной ценности торжествует вот и плюрализм мнений только в связи с историей с крымом конечно нет но я дав давать немножко шире вы попадаете мы возьмем вот этот как посмотрим на эту проблему если бы путин продолжал ту линию которую он подхватил после борис николаевич ельцин и продолжал бы сдавать но как вот он там до отдавал все 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 пытался договориться до мюнхенова он путин вот мы то есть ну или мы россии мы пытались все-таки договориться мюнхен возник когда будут поль что у нас просто кидают что они договариваться никто никто не будет и после этого по произошел переворот испугает я такого слова не знаю но вообще владимир путин начал с чеченской войны вот и ничего не отдавал он брал или но по крайней мере возвращал и все началось с историей с дагестаном с попытки вообще захвата части дагестана как вы помните конечно ничего не отдавал и самого начала действовал иначе ну и сейчас конечно уже отступать некуда вот потом позади крым все ситуация в этом смысле безвыходная все пойдут до конца и все идут до конца и что касается москвы и москвы 24 то уже дошло до пару до платных парковок для американского посольства вот и миды миды российский мид и госдеп сша отмениваются нотами по поводу отмены зоны парковки около американского посольства это касается абсолютно сейчас всех все касается всех конечно но как вы считаете вот героев вашего издания он готов к войне или это все-таки блеф но знать был несколько лет тому назад была встреча такая были менее неформальная у владимирович путина с журналистами довольно таки давно на самом деле после одного из его сроков уже часто не поймешь какого не вспомнишь и я тогда спросил его что он думает возможно ли третья мировая война он более менее на самом-то деле предсказуем и сказал что по его мнению она уже идет ну да конечно он готов он уже много лет к ней готов но я думаю что это все-таки скорее было некоторое допущение если вообще не фигуры речи все-таки по третьей мировой войной мы понимаем нечто я проявляю нечто другое но это кажется и казалось дикостью абсолютной даже представить себе такое еще некоторое время назад а вот сейчас я не думаю об этом как о чем-то абсолютно невозможно не самому не по себе такое говорить но 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 это так вот вот для меня я уже ничего не исключаю а вы я тоже не исключаю нет я я готов к этому я я готов маневрировать и то есть как как-то спасаться ну куда там а уже принимать участие войны то есть вы как нет я готовы спасаться информационной войне принимаю участие посильная а в ядерной войне от меня толку то не будет да не но какие сейчас информационные войны только на на высоком международном уровне на не так и на острие этой этой войне все-таки но как другие телеканал и на борьбой большой телевизионный проект на федеральном канале где где вы вот вы рассказывали о своей работе в кремлевском пуле из владимир владимирович путиным после этого читал большой опуссов известного телекритика вашей любимой газете вообще в любимой газете всего истеблишмента нашему всех наших либералов но она собственно как бы есть одна радиостанция один телеканал 1 газета такой так вот называется вот в этой газете был большой очень обзор вашей работе где было сказано что поскольку вы себя вас вернее называют коллеги человеком путина то автор этого взора вкладывал утяжительный смысл в слово человек потому что человеком называли в российской империи прислугу что так сказать вот колесник себя позиционирует как прислугу путина я себя ну конечно так не позиционирует когда вы сказали коллеги наверное вы имели ввиду коллег с одного из телеканалов на котором вышел дарим с моим участием который назывался человек путина я был категорически против там было против этого назвали ужасном надо потому что она конечно ко мне не имеет отношения потому что ну я человек коммерсанта такое человек путин они считают что если нету слов в названии слова путин рейтинге автоматически как здесь и доля это и то же самое считает издательство xmo понимаете вот ничего с этим не поделать вот а книжка не будет продаваться ведь если нет слова путин они абсолютно убеждены в этом потому что за ними историю этих продаж других таких же книжек похожих по крайней мере меня вы думаете было это вот путин я только точку поставил нет конечно потом уже был прораб на галерах название для книжки а следующая стерк всякой меры было придумано название но перед этим чтобы будет стоять путин будет то есть то есть просто вот по такого портрета недостаточно надо да да надо но вы знаете и снять это все все правильно потому что я помню свою беседу с главой функцион с гудковым и сказал что самое печальное что в его работе вообще вот из-за чего нагорю это не спит ночами это из-за того что рейтинги показывают популярность путина там за 80 процентов ему больно все время оба чем ему больно это ну не знаю это волны здесь участвует вопрос к нему нет он руку руководит как бы социологической службы поэтому и если опросы показывают что есть интерес к персоне то почему не мы же живу на же бизнес-модель вообще всего в том числе и издательской деятельности ему больно от того что маленький или большой этому не ему неприятно да что так то что так много людей а много все-таки да да ну что это очень не зрел а что будет в марте следующего года экспериментальному людям то не является конечно если он пойдет на выборы конечно а вы пойдете на очередной срок я имею ввиду с участием в крыльевском поле вы знаете я вот был уверен что я на предыдущий не пойду и перед этим не пойду а сейчас мне уже почти все равно потому что все равно надо идти этот путь на проект уже было все равно очевидно что большая часть этого пути пройдена все таки да и мной и владимир путину тем более осталось там уже с тем что уже было но почти ничего а все таки для того чтобы картина выглядела законченной но надо этот путь пройти до конца сейчас как-то глупо останавливаться но это тоже зависит и от газеты коммерсант в том числе там на моем месте вы мог бы быть каждый может быть и время от времени бывает каждый на моем месте да когда я по каким-то причинам не могу и я серьезно говорю что конечно от газеты коммерсант много зависит в свое время я уж точно не рвался работать корреспондентом в кремлевском пули я могу сказать что я интересно разглядеть людей которые я не понимал специфику этой работы во первых не такая уж она легкая между прочим а во-вторых ну слушайте мы до этого наталья георгян и наталья тимаковой задали писали книжку мы разговаривали это первый долгими зимними ночами светало с владимиром путиным по много часов у меня была совсем другая позиция и менять эту позицию какого позиция позиция наблюдателя за владимиром владимировичем путина скажем это были разговоры всегда за обеденным столом это были споры там я вы я помню например многие же вещи и не вошли в книжку ну технически потому что не имели прямого отношения к теме то есть к владимиром путин а у нас по крайней мере я помню ну по полчаса по 40 минут уходила на выяснение отношений значит мы требовали чтобы он отпустил журналиста со свободы которого который пропал тогда на войне и на позициях российских войск он он пропал и с утра до вечера новости начинались вообще и заканчивались только только этим андрей бобицкий а вот и вот это три бобицкий да и он он пропал его нигде не было и и мы начинали каждый разговор с фразы отпустите бобицкого и меня это превратилось уже из игры и спорта какого-то это превратилось какое-то маниакальное преследование я бы сказал владимиром путина и меня поражало то что он принял условия он ни разу не перебивал ни один наш вопрос и не оставлял без ответа он на каждый дополнительный вопрос подробнейшим образом тщательно отвечал мне казалось что глумился вообще говоря над нами но он подробно отвечал ну и смысл ответов сводился к тому что да не знает он где андрей бобицкий там где он мог его поискать он его поискал там нету вот но в конце концов еще книжками не было написано и даже разговоры еще не закончились а андрея бобицкого отпустили я не думаю честно говоря что наша роль была решающей но я думаю что роль владимиром путина в этом было явно не последний бабы скин произошла удивительная метаморфоза тоже сейчас он занимает позицию которую ну скажем так его оппоненты описывать как позицию ватника криминашиста за путинца и всячески другому что он разобрался это совершенно про это было это произошло в общем это надо относительно недавно всего пару по пару лет назад вы верите вообще в то что люди нашей профессии могут переосмыслить свое отношение идеологической установки вот так верю конечно оба миссии жрать и реосмысл на примере но на его примере этому это может быть допустим играли какая тактика я бы сейчас говорю про действительное осмысление действительно ревизию своих собственных взглядов вот так такой человек по человечески они то что мы читаем или по большому счету мне кажется люди не должны меняться водка да и журналисты но по большому счету и не меняется конечно что касается взглядов но можно конечно предположить что у тебя вдруг с течением времени с течением лет выявляется информация в том числе какая-то аналитическая результат твои вот твоих дум тяжелых постоянных какая-то новая для тебя информация которая заставляет до переосмыслить все на на 180 градусов но я не знаю со мной вот например точно такого не происходит вы сразили меня сейчас мы его мы с этого бог во второй части начнем про метаморфозы поговорим итак про метаморфозы ну во первых вы знаете существует такой штамп тиражируемый журналистам высказывание которое приписывают черчилль на самом деле кремансо сказал смысл который сводится в том что если в 20 лет не революционер не либерал значит там у тебя нет сердца если ты в 40 революционер не консерватор значит я нет мозгов то есть в принципе подразумевается что человек как-то пересматривает взгляды и меняется кроме того вы однажды сказали что вы считаете что путина очень изменился на животное на протяжении тех 17 лет в течение камня я наоборот мне кажется настаиваю на том что он не изменился то есть как он был разведчиком офицером кгб так он и остался ментально разве нет ну а его политикам бизнесменом почему у него же жизнь началась не с того что он стал офицером кгб он не изменился с гораздо более ранних времен я думаю что но лет с десяти с восьми он уже не менялся и как вот и я как то есть вы считаете никто не формируется я не способен измениться конечно и можно быть каким угодно бунтарем но все равно все твои взгляды они остаются при тебе просто ты с какими-то взглядами это бунтуешь а потом ты с ними просто живешь и дальше работаешь и даже зарабатываешь деньги и тебе слава богу не стыдно потому что ты на стороне добра всегда когда как бы ты не бунтовал вслух и как бы ты не зарабатывал деньги своими профессиональными навыками но все твои взгляды они все равно как тогда были при тебе так так и сейчас и в 10 лет все уже кончено уже никто не меняется по большому счету а символичка тем более 40 явлений с которым я позволю я не согласиться конечно но для этого здесь сидим ну да конечно значит я правильно тогда понимаю что вы как были идеологическими единомышленники ваших соавторов первой работ работы вот с путин с на наталья геворкян с тимаковой так вы по-прежнему вы разделяете те же самые представления о прекрасном что эти два чем нет а я не говорю что мы тогда разделяли при завлении вы не были единомышлены в друг друга но мы делаем мы вообще честно сказать особо об этом и не разговаривали о том какие у нас взгляды нам на у нас на это время это катастрофически не было на весь проект от того как мы задумали до появившейся вот такой книжке прошел один месяц был качественный продукт дни и ночи напролет но о том что вообще говоря взгляды у нас мягко говоря разные разные свидетельствует итог где все мы сейчас мы все но в разных местах кто-то в москве кто-то в париже и географические и и так сказать содержательно я бы сказал конечно к другому и не должно было быть а так ну конечно как я вот горжусь у меня есть медаль защитнику свободной россии за августовский путь двум людям в московских новостях где тогда работал ее далее то указная медаль борис николаевич ельцин это егор владимирович яковлев и мне мне наверное потому что я там много времени так сказать в поле провел то есть около белого дома как репортер а он соответственно обеспечивал но прикрытие с воздуха со второго этажа московских новостей общую ситуацию контролировал но он так вот я и сейчас считаю себя защитником свободной россии не то есть и август 91 по-прежнему считает что это был глоток свободы ремонт конечно огромное великое конечно конечно огромное событие для страны а для меня так и но это но это событие который как раз она для страны было событием шану эту страну был как она и вообще-то сделал развала страны ну то есть страны который но она одну страну развалила за и сделала вот и я если что я все-таки на стороне добра повторяю я на стороне на стороне вот этой они же новая империя нового страны мы помним где мы родились мы родились не перезаги себе империя добра а если есть макдональдс джинсы вот это все это понятно да и на стороне конечно же стране на стороне добра даже сейчас без рок-н-ролла и голливуда куда вот мы денемся но как потому что говорят что в том что моя страна ская россия что путин пытается реанимировать вот империю зла на вашем представлении советский союз это было с которым надо было бы он не пытается вот имя реанимировать они пытаются реанимировать советский союз он точно не пытается хотя я думаю что расстроен тем как все тогда происходило вот как тогда происходило то есть слишком все было грубой что-то можно было сохранить я на самом-то деле не уверен я думаю что тогда во многом усилиями борис николаевич ельцина удалось сохранить мир удалось сохранить мы даже не можем себе представить жизни какого количества людей может быть десятков тысяч потому что если бы советский союз вот так вот вдруг не развалился бы да если бы не были подписаны в том числе и беловежские соглашения но на всей территории бывшего советского союза начались бы войны просто я в этом абсолютно уверен потому что ну все равно все захотели бы так или иначе этой самостоятельности и не получив ее пытались бы ее получить а способ был бы только один и я вот я не считаю что советский союз но плохо развалился нормально он развалился и и и и даже и даже вовремя и все в этом смысле борис николаевич ельцин все на мой взгляд делал правильно как и во многих между прочим других смыслах то есть когда в разные деятели культуры начиная там от никита сергеевича михалкова и заканчивая людьми из нашего журналистского цеха возмущаются ельцин центром вы совершенно не понимаете о чем они говорят но сейчас я с вами абсолютно согласен вы сами были в ельцин центре нет нет но вы съездите вы поймете что это такое о чем это уж точно по крайней мере не музей бориса николаевича ельцина в том смысле что но он нету не только музей это такой на самом деле большой глобальный центр в том числе культурный где формируются сейчас взгляды где формируется идеология и в этом за мы уже и в этом смысле претензии господина михалкова гельцин центру на мой взгляд не беспочвенно я понял как мне кажется понял вашу позицию по крыму есть еще несколько точек вот мне хотелось бы прояснить боинг малайзийский боинг как вы считаете кто его сбил и то что пишут у нас это что пишут на западе это понятно что диаметрально противоположные позиции где истина где-то посередине или кто-то здесь все-таки но хотелось бы хотелось бы понять но ясности же как вы знаете до сих пор нет я думаю что нет у них некоторые считают что просто лично шойгу был за штурвал имели путин которая на абсолютно бесспорных доказательствах основан иначе вы уже давно я думаю и и суд в гаге был бы в разгаре не знаю над кем-то гаги может остается только-только-только на динаме на теме у кого нет армии поэтому поэтому су суд бы в гаге состоялся если бы в свое время как но он заочная за или форма в гаге судят судят людей заочно как мы знаем так что это это не правда еще не но ясность на ясности на самом деле нет если к этому действительно имеют отношение те кто значит занимается занимался и занимается обороной так сказать лнр и днр то прощение никакого нет вообще это хуже всего что можно себе представить вот но но это надо доказать у меня окончательного мнения по этому поводу нет вы бездна и на украину то есть вы в каких списках там у меня сложная с этим история один раз меня высадили по пути в киев в этом самом с поезда высадили и вернули обратно потом когда избирался петр алексеевич порошенко да мне значит мы мы полетели с фото корреспондентом дмитрия мазарова в киев на эти выборы была какая-то восхитительная беседа нас естественно выловили трехчасовая сотрудниками сб у после которой они казалось близко к сердцу приняв все мои аргументы мне так понравилось я мне просто даже у меня давно не было ни с кем таких задушек задушевных разговоров правда после этого я даже удивился что они мне сказали что мы вам на три года закрываем въезд после ли серии нашей страны до нож мне казалось что наши беседы к этому но абсолютно не располагает понимаете могу сказать вам честно я провел все-таки до этого на украине много времени вот книжка тоже вышла у меня первый украинский единственная про оранжевую революцию на деле за все это время многие меня там знали и когда мы уже ждали в зоне вылета чтобы нас должны были депортировать обратно я посмотрел телефончик одного из высокопоставленных политиков украина с которыми тогда можно много общался мобильный телефончик у меня даже два оказались все таки и я набрал на всякий случай так просто дело от нечего делать все равно ждать еще было часа полтора и наткнулся прямо на него он говорит а как же как же это не пускают а мы же уже вот почти победили в секундочку и можете себе представить я давно не видел чтобы пограничник и сотрудник сбу пытались обогнать друг друга вот на перегонке бежали пытаясь успеть каждый раньше ко мне чтобы проводить меня под ручки значит на территорию уже украины прямо на пресс-конференцию петра алексеевича порошенко который тогда уже неумолимо побеждал для всех это было понятно так что я до сих пор не знаю мне штампа в паспорте никакого не сделали и отметки не получил я до сих пор не знаю въездной я или не въездной на ваши вообще отношения к черным списком вы знаете что массы российских деятелей культуры это карта это сродни мне кажется истории с парковками это примерно такой же уровень с парковками у американского посольства но с другой стороны ну я могу понять украину до которая иступленно составляет эти списки потому что конечно они же обижены и унижены тем что у них отобрали крым это да ну конечно такая не заживающая рана вопрос кто тут еще кто отобрал путин или жители этого крыма отобрали у них крым да потому что я не думаю что голосование ну что результат голосования были передернуты но достаточно приехать в крым и поговорить с любым из людей которые там живут это было совершенно осознанно такое в районе и говорил безусловно и потому что эти эти люди счастливы что в родной гавани а вот если мы уже про деятель культур стали говорить достаточно обсуждаемая тема последних недель это ситуация вокруг гогольцентра и кирилла серебренникова не могу вас не спросить потому что у меня недавно был разговор с нашим коллегой в прямом эфире там радио когда мы вышли он сказал большое спасибо что ты не спросил понятное дело и я буду надо будет как и не большое спасибо что спросили кирилла себя вот ваше отношение к этой ситуации вообще как вы себе представляете я думаю что склоны здесь политический аспект не я думаю что конечно вот таким большим художником надо быть аккуратнее с деньгами потому что но каждого большого художника можно зацепить наверное за что-то вот но я не думаю что в этом нет вообще никакой как говорится политики я разговаривал с людьми из министерства культуры по этому поводу немало из господина мединским тоже ну и я думаю что он не обидится если я раскрою подробности они невинные вполне но он рассказывал что к нему что они сами вот проверку этого гранта делали в рамках своих плановых мероприятий года за два за два или за три значит потом пришли вот еще и налоговые органы у них была своя проверка и после этого была тишина два года они просто пришли ушли и проник и все забыли что они были в гоголь центре уже и сам гоголь центр об этом забыл и мединский говорит что для нас было большим сюрпризом что раз и пришли с обысками и вот вся эта история началась уже в таком в публичном поле то есть я к тому что случайно такие вещи тоже не происходит вот так вот спустя не один год вдруг взяли и активировали эту историю вернули ее жизни да еще какой тут конечно присутствует вот если вы хотите знать мое мнение она ни на что уж точно не может повлиять наверное все таки кирилл серебряников мне кажется получит срок и он будет условным хорошо ваш прогноз тогда если мы уже на территорию прогноза зашли по матильде вообще ситуация с учителем ну опять же это все из области прогнозов вот вы меня толкнули на очень скользкий путь но яма тоже могу сказать в качестве прогноза что не бывает случайных таких ярких и бескомпромиссных выступлений с которыми значит восстал министр культуры вот только что обрушившись на православных активистов это тоже наверное начало или проявление вот государственной компании в этом деле государственной активности в этом деле это такой серьезный знак что надо остановиться я думаю что действительно просто там сели посчитали элементарно что в скором времени могут могут действительно запылать один за другим кинотеатры а там люди да и вообще никому это не нужно это бесовщина какая-то адская что и там и здесь и случае с гоголь центром и случае с фильма учителя ведь вопрос на самом деле идет о государственных деньгах стоит ли государству в принципе давать деньги на проекты которые потом могут провоцировать те или иные катаклизмы в социуме раз уж мы про прогноз заговорили и у нас время заканчивается я позволю себе прогноз по поводу реакции на вот эту книжку что на все журналистские книжки то есть книжки который идет журналист очень часто у людей которые может быть не посвящен в процесс они бывают такие я это уже читал это сбой вот я просто про себя знаю но это это уже сборник каких-то материалов интервью поэтому давайте андрей вы расскажите что на самом деле эта книжка ну написано здесь действительно собран интервью но переписаны панчи переписаны какие-то вещи что и что это не но и не интервью вообще я про интервью явно провода это потому что вы интервью свои свои дорого работы что это не не сборник статьи что это на самом деле книжка на основе образом как вырыв мы закольцуем классически как вы работали над этой книжке и что вы действительно одни работали давайте вот мы срана действительно она организована довольно сложно потому что хотелось как результат представить более менее цельный образ владимира путина на сегодня на основе заметок которые были напечатаны действительно в газете коммерсант но что но по большому счету она не имеет к ним отношения потому что я в какой-то момент взялся все переписывать даже это вот этичные да да и в этом смысле это оригинальный продукт я просто элементарно что называется не смог собой совладать может быть это говорит о том что я вырос за это время как журналист поскольку мне моё же перестала вдруг все нравится да а может быть я наоборот сейчас совершенно по-другому все это понимаю потому что вот тогда это было действительно высоко а сейчас я не в состоянии даже оценить по достоинству то что писал тогда да и поэтому взялся это переписок это уже знаете экспериментальным путем выясняем ну вот посмотрим но за то что это абсолютно оригинальный продукт на который у меня ушло очень много времени за это я ручаюсь благодаря этому мы опоздали немножко но не совсем с не то что даже с первой книжке который сейчас вышла со второй мне хотелось чтобы вторая книжка вышла вот 60-летие владимир путина все 7 октября надо но мы не успели с издательством к этому мне хотелось чтобы он про себя всю правду-то прочел в день своего рождения буквально уверен что даже так книжка который выходит она вовсе как как у вас сейчас принято говорить не крайне это у вас принято у нас у нас точно не последний против этого то и надеюсь что это не последняя наша встреча спасибо